Здравствуйте, друзья. Новая рубрика. Мало мне их было, десяток разных. Еще одна называется вопрос-ответ. Обстоятельно отвечать одному человеку, мне это все застрелится. Вот, поэтому пусть я отвечаю одному, а слышат сотни, хорошо бы тысяч. Вот, и это о самых злободневных делах, потому что, вот как, как будто сговорились, а вот вы мне пришлите, ну, чтоб не переросли, или, то есть семена, ну, чтобы они, посылки не переросли, не стали непригодными. Тепло ведь уже, на почте тепло всегда. Вот, а другие наоборот. А вы мне пришлите, так, семена, чтобы они уже у вас наклюнулись и быстренько дошли, вот, и я мог сразу высадить, тоже вариант, ну, противоположный. Поехали. Значит, говорю, экспромт. Я заранее не могу, нет времени, сил заранее готовить такие обстоятельные, типа лекции. Экспромт. Здравствуйте, Валерий Константинович, мы с вами созвонились 8 марта и списывались по WhatsApp. Я Дмитрий из Омска. Ваше видео посмотрелось, сельского вопроса. Первое. Вы говорите, что восстанет Константинович в грунт, но после того, как они прошли статификацию, проверим, идет ли запись. То есть, были выдержаны в холодильнике в влажном песке, затем в какой-то момент сельский расчет просыпаться. Какой момент временности, значит, просыпание, я так и не понял. Смеяться будете, я тоже не понял. Вот, давайте так рассуждать. Значит, я же не могу в двух словах отвечать. Да, нет. Как в анекдоте, там было три варианта ответа. Первый да, второй нет, а третий пошел нафиг. Вот, в данном случае я должен ответить да. Вот. Как? Значит, в природе семена проходили циклы, это моя версия, циклы ледниковых периодов. По многу лет могли находиться подо льдом, под снегом, неглубоко закопанными. Ну, там, представьте себе, сверху там пепел от вулкана, да что угодно могло быть. Вот. И выдерживали те в одном случае, в другом случае другие, в третьем, третье. И получались разногеномные, извините за такое слово, разногеномные деревья с разным геномным характером. А потом они вступали в брачные отношения, а потом, согласно законам Менделя, у них проявлялись разные свойства. То доминантные, то рецессивные, все дальше не будем терминами, не будем. Тогда получалось, что каждая косточка стала личностью, каждая семечка стала личностью. Это первое. И заставить их всем зайти в одно время невозможно. Вот. Теперь так. Даже в одном холодильнике, даже в одной банке, я показывал, с одной стороны банка прилегает к этому морозильной камере, там минус один-два, с другой стороны банки плюс три. Да, холодильник так устроен. Уже разные условия. А потом мы их достаем, садим и хотим, чтобы они в один день зашли, и все взошли. Тоже не получается. Итак, природа предусмотрела все варианты. Ранняя весна, сходят одни, и плевать, что другие не взойдут никогда. Другая весна, поздняя, те, которые взошли рано, погибли, плевать, потому что у природы есть вариант поздней схожности, средней схожности. И тогда наша задача из ста, допустим, вы выпишите 100 косточек или выписали, я сейчас уже не помню, вот, вам надо, чтобы взошло, ну, хотя бы 90. Вот. Мы нивелируем эти условия следующим моментом. Мы создаем условия, которые напоминают природное. Холод, но плюс, пусть маленький совсем плюс. И сырость. Сырость такая, я показывал в других местах, она выглядит так. Значит, или это. Так. Сейчас тут мне письмо перебило разговор. Да, сейчас мы сделаем маленький перерыв. Так. Продолжаем. Был перерыв из-за телефона. Вот. Значит, и мы говорили о том, что можно создать условия, если сохранить определенный температурный режим близко к природе, но, чтобы не заборозить косточки, там маленький плюс. Один, два, три градуса плюс. Ну, а влажность надо подбирать. Ну, я порассказывал сухой песок, плюс, это, всем к одному влага, чтобы он был слегка сырой. Это уже мы проходили. Ну, вот. Теперь, если удастся так сделать, мы получим вот следующее. Сейчас покажу несколько. Итак, нам нужно максимальную схожесть. Вот такое. Видите, схожесть. Вот. Каприкосы. Схожесть. Там у меня есть покруче фотографии, просто их еще искать, искать. А тоже, ну, вот эта, например, фотография. Или вот эта. Ну, согласитесь, что здесь схожесть 100%. То есть, можем. Идем дальше. Так, вопрос-ответ. Значит, какой момент осуществляет просыпаться? Немножко в разный. В разный. А давайте все-таки поверь мне на слово. Итак, просыпаются не одно время. И вы должны их вольве получить. Желательно. Да-да, пойдемте дальше. Я сейчас буду отмечать последовательно. Еще раз проверяем медиатрную запись. Я живу в Омске. Когда захожу во Скорщики, мне нужно будет получить посылку Скорщики на почте во время транспортировки. Если наброска вам. Скорщики проснутся, потому что в почтовых отделениях будет тепло. Вы знаете, вот сейчас у меня пока два случая. У одного проснулся персик. И у другого проснулись две сливы. Вот. Это еще не массовое просыпание. Поэтому страшно, пока ничего не случится. Вот. Теперь дальше читаю. И означает ли это, что мне надо будет срочно после получения посылки высаживать в Костки в грунт. То есть, после пересылки уже не получится хранить пески в холодильнике. Я правильно понимаю? Нет. Все спящие могут хранить в холодильнике дальше. До того момента, когда они начнут просыпаться и когда надо будет высаживать. Если раньше начнут просыпаться, по горшочкам у меня вебинары. Следующий вебинар будет 18 числа. И я еще покажу хитрости соответствующие. Ну, сами знаете. На той вебинар, чтобы три часа рассказывать, а не как тут несколько минут. Ну, вот вы писали, что в Асловске живет серьезная ученица. Н. Матвеева. Так, надо крупный план дать. Вот так. А, Матвеева. Могли бы дать контакты. Вот ее контакты. А вот этот вот электронный адрес, сможете ли вы его как-то скопировать из фильма, я не знаю. Но живете в одном городе, вот вам ее телефон. Наталья Матвеева. Он на вопрос ответил. Я работаю вахтами. Ближайшая вахта 10 апреля по 10 мая. То есть это, сразу скажу, 10 апреля по 10 мая лучшее время для высадки. То есть могу посадить до 10 мая. А дело в том, что в это время обычно начинается, уже вроде бы плюс, но нет гарантии, что земля тает хотя бы на повсе колопаты. Оттает на повсе колопаты? Садите. Вот. Уехали, поручите кому-то. Ну, здесь хоть какая-то гарантия, что они не перерастут. А вот после 10 мая вы приедете, да? Вот тут вы можете столкнуться уже с тем. Хорошо, кто-то вместо вас по горшочкам рассадит, по мере того, как они начнут просыпаться. Вот. Или вы получите уже семена с длинными хвостиками. А это очень опасно. Так вот. Вопрос. Не поздно ли садить грунт 10 мая в Омске? Северная широта 55, широта с одного горшкой 53, ну, вообще-то 54. Так. Да, на 1 градус мы севернее, но еще у меня есть микроклимат, поэтому у вас будут проблемы. В общем, когда по времени, лучше все заказать косточки. Я все равно считаю, надо сейчас. Почему? Смотрите. Сегодня 13 марта. Вот. Косточки спят. Даша! Даша! Ты уже увидела, наверное, ну, полтысячи косточек видела. Хоть одна проснулась? Иди сюда, покажи проснувшица. И скажи, сколько? Все по-честному. Сколько? Сколько? Три. Три косточки проснувшица. Только в следующий раз показывай мне, ладно? Я ж не это, сегодня разговариваю. Так. Слышали? Три проснулись и сотен. Вот. Теперь. Да, и прошла пора. Вы заметите. Были посажены в песок сырой. Ну, посажены не то слово. Помещены в сырой песок. Месяц назад. Вот первые ласточки. Большинство проснется где-то через две недели, через три недели. Так. Предлагаю таблицу. То есть, отвечая на вопрос. Лучше до 10 апреля вам все-таки получить. И как раз время позволяет, потому что это еще почти месяц в вашем распоряжении. Сегодня 13 марта. Предлагаю таблицу. Последние столбики под названием. Сколько я хочу заказать косточек. Указано количество косточек, каждого, которые хотели заказать. Так. Таблицу я видел. Так. Мы с вами определились. Цена. Все. И уже когда все было, я даже ждал от вас оплату. Вдруг в догонку пришло следующее. Я хочу заказать еще четыре книги. Вот тут я растерялся. Дело в том, что до книги четыре, вот четвертая, видите, рабочий материал книги «Овный сад. Как переходить в климат». А она была издана 10 лет назад с Курдюмом на пару. Теперь есть только электронный вариант. Запомнили. Северный сад. Сотворение чуда. Полторы тысячи экземпляров продано. И она закончилась. То есть, тоже электронный вариант. Верхние две. А вот эти две записки зачарованного сибирского садовода и садоводства тайно-плодовых деревьев, эти две книги есть бумажные. И, если любить электронных книг, еще вот эта есть электронная. То есть, нижние две и бумажная есть, бумажная есть. Еще вот эта есть и электронная. Единственная, которая в двух видах. Электронная и бумажная. Верхняя две, еще раз говорю, электронная. Нижняя только бумажная. Вот. Ее продать надо, поэтому электронный вариант еще ни один год не будет. Если в этом году, не в следующем. Так. И... Что, все, что ли? Да, я ответил на все вопросы. Значит, еще раз. Мой совет. Найдите помощников. Вот. Получил посылку, у вас нету. То есть, нет, до 10 апреля получили, сразу разобрали. Температура плюс один, плюс два. И спящие будут еще долго храниться, пока вас не будет. Вот. Ну, кто-то может следить за этим, чтобы вовремя извлекать оттуда просушившиеся и помещать горшочки. Ну, а как там горшочки, эти самые, это мы уже поговорим на вебинаре. Это будет 18 марта. Благодарю за внимание. А так как я люблю еще вот такие вещи показывать. Вот видите. Это мой сайт. Вот. Это для... Тут есть и контакты, как меня найти. Это я же не только, я же ко всем обращаюсь. Есть гостевая книга, можно задавать вопросы. Есть, наконец, фото Голевея. Вот. Лучший сад в России. Вот. Вот он, видите. И тогда получается, что надо... Догадались, я хотел сказать? Никогда не догадались. Рисковать надо. Заказывать больше надо. Вот. Что даже если одна из десяти взойдет, чтобы у вас были такие урожаи. Вот что думаете, если эта жирнель с Украины мелкая, она не вкусная? У меня не едят как гости. Нет. Они ее... Ой, чуть не сказал. Нет, грубое слово. Обедается. Вот такое слово. Даже ею. Ну а уж про это что там говорить? Сало как сало. Что его пробовать? Все. Внимание, я заканчиваю, друзья. Вот. До свидания.